Более полутора миллиардов рублей в этом году выделили на строительство Фрунзенского моста, уже готов пролет через озеро Банное. Весной рабочие начали возводить еще одно строение через реку Самара. Чтобы массивная конструкция оказалась над водой, ее перемещают так называемым методом на движке. С помощью огромных домкратов тысячетонную конструкцию двигают в сторону противоположного берега со скоростью 1 метр в час. Параллельно возводят опоры. В планах в этом году закончить строительство всех опор, кроме третьей и четвертой. На них требуется дополнительное финансирование. На Фрунзенском мосту движение будет организовано по шести полосам. Протяженность дороги составит почти 3 километра. Кроме того, на двух транспортных развязках на улицах Шоссейной и Фрунзе установят автобусные остановки. Работы на стройплощадке идут в круглосуточном режиме на двух берегах. Задействовано более сотни человек. Завершить строительство Фрунзенского моста планируют в 2018 году. 43 крупных магистрали, два моста, около 20 внутриквартальных проездов и почти 40 перекрестков с трамвайными путями. В Самаре ведется крупномасштабное дорожное строительство. На ремонт самарских дорог из бюджета всех уровней направлено более 2 миллиардов рублей. На особым счету улицы, которые будут востребованы во время чемпионата мира по футболу. Обновление транспортных артерий завершено уже почти на треть. В скором времени преобразятся Волжский проспект, улица Осетинская, заводское шоссе. Дорожный ремонт не прекратится и во время чемпионата мира по футболу. В 2018 году планируют начать приводить в порядок магистрали в промышленном, кировском и железнодорожном районах Самары, не мешая проведению Мундиали. Обновленная площадь Куйбышева во время чемпионата мира по футболу станет местом проведения фестиваля болельщиков. Сейчас ее капитально ремонтируют, кладут новый асфальт, устанавливают бордюры, уличное освещение. Ремонт площади не затронет памятник Куйбышеву и здание Самарского театра опера и балета, уверяют городские власти. Кардинально облик одной из главных достопримечательностей города тоже не изменится. По большей части перемены коснутся скверов. Новый газон, современные системы автополива установят топиарные фигуры, обновят тротуарные дорожки. Принципиально поменяется техническое оснащение площади Куйбышева. Будут смонтированы новые линии коммуникации для обеспечения вода и электроснабжения. Рабочие проложат электрический кабель, от которого будет питаться техника во время массовых событий. Планируется, что грандиозное обновление площади закончится в октябре. Монтаж металлоконструкции стадиона Самара-Арена почти завершен. Установлены 82 из 96 блоков купола. Площадь кровли стадиона 76 тысяч квадратных метров. Это в 10 раз больше, чем футбольное поле. При сборке купола используют свыше 13 тысяч тонн металла. Аналогов нет ни на одной спортивной арене страны. Купол Самарского стадиона будет состоять из 32 радиальных консолей. Они образуют сферу диаметром 612 метров. При строительстве используется сверхмощная техника, машины грузоподъемностью свыше 1000 тонн. Особое внимание благоустройству стадиона. Тротуары, ведущие к Самаро-арене, будут выложены плиткой. Сочетание контрастных цветов белого и черного, небольшой размер, прямоугольная форма. По такой дорожке можно будет пройти к центральному входу на стадион. Отдельно разработали плитку, выполненную в цветовой гамме, эмблемой футбольной команды «Крылья Совет». В особо значимых местах стадиона планируется выложить символику Самарского клуба. Сейчас на строительстве стадиона работают 2500 человек и 150 единиц техники. Долгожданное событие. К завершению подходит восстановление старинного католического костела на улице Фрунзо. Рабочие демонтировали строительные леса. В настоящее время все башни здания полностью отремонтированы. Их высота 47 метров. Работы ведутся и внутри здания. Проходящую в цоколе теплотрассу опустили под землю. На цокольном этаже заменили 6 окон. Также заменили окна и двери в остальных помещениях здания, в том числе алтарном. Кольский католический костел построен более 100 лет назад. Его возводили под руководством известного архитектора Александра Щербачева. Реставрация исторического здания должна полностью закончиться до конца лета, после чего забор вокруг исторического объекта уберут, а территорию рядом благоустроят. Редактор субтитров А.Семкин